Разговор с мудрецом. Здравствуйте, друзья, это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, приветствуем вас. Здравствуйте. Тут накануне глава Европейского центрального банка Кристин Лагард признала, что цифровой евро, оно де-факто будет использоваться для установления масштабного контроля за гражданами того самого Евросоюза. А мы напомним, что гражданам ЕС уже сегодня и сейчас грозит либо тюремное заключение, либо штраф за участие в операциях с наличными на сумму, внимание, свыше тысячи евро. То есть, это довольно небольшой порог, под который очень многие могли бы попасть, если бы это было, например, в России или в каких-то других странах. Но введение цифрового евро, говорит та же самая Кристин Лагард, позволит вести эту работу, то есть, контроль за гражданами совершенно в других масштабах. То есть, если вдруг кто-то вышел за допустимые рамки или пределы, он автоматически становится объектом более пристального внимания со стороны государственных органов. Но ведь мы понимаем, что речь идет не только о цифровом евро, а в целом вот все то, что мы наблюдали за последние годы, особенно начиная с 2020-го, это все та самая социальная инженерия, которая ведет в финале к выстраиванию социального рейтинга, хоть в ряде случаев это и не называется именно так, именно такими словами социальный рейтинг, но де-факто и по существу именно эта система выстраивается. Ну, в Китае просто ее назвали своим именем, в других странах по-другому происходит. Вот где же в этой всей системе место для демократии? Остается ли оно в принципе? И еще вопрос возникает. Процесс, который мы сегодня наблюдаем, с вашей точки зрения, Сергей Ирванович, он обратим или не обратим уже совсем? И если вдруг не обратим, то как же нам тогда все это называть? Ну, я хотел бы начать с какой-то практической вещи, которую я почти случайно понимаю. Ну, поскольку, как бы, вот эта вся жизнь, которая началась после 91-го года, ну, она была очень специфичной и меньше всего мне хотелось, так сказать, сесть на обочину, посыпать голову пеплом и кричать о том, как все ужасно, то, естественно, в том виде, в каком это законно было возможно, я участвовал во всех видах этой новой жизни и, в общем-то, небезуспешно это все дело. Ну, и я могу сказать просто как человек, который в этом участвовал, что ничего общего между европейской и западной в целой банковской системой образца, скажем так, 1995-го года или 1994-го, скажем, да, и 2024-го нет ничего общего. Это не модификация существующей системы, это абсолютно новая система. Это практически так. Какой-нибудь 1995-й год, я имею в виду, здесь даже какую-нибудь Европу или что-нибудь, ну, банк принимал деньги и переводил. Ну, брал в себе отчисления, все штуки. В 2024-м году, не только по отношению к санкциям и к всему прочему, банк превратился в организацию, которая хочет эти деньги примет, хочет, заморозит, хочет, отбросит. Она делает все, что хочет. Так сказать, обладатель финансовых средств перед этими банковскими институтами стал абсолютно бессилен. Они не этого обладателя финансовых средств обслуживают. Они ему прессуют, говорят, ну, иди сюда, с чего у тебя там деньги? Какие деньги? Сейчас посмотрим. Захотим, примем. Захотим, не примем. А ты лоялен, не лоялен. А кто ты вообще такой? Это колоссальное изменение, которое говорит о том, что вот если этот факт мелкий ввести в систему других фактов, то мы видим, в чем процесс. И главный процесс заключается в том, что западное общество 2024 года и западное общество даже 1994-го – это абсолютно разные общества. Как говорил один представитель северных народов по этому поводу в одном из анекдотов советского периода, потому, что я раньше думал, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это брат и сестра, а оказалось, что это два совершенно разных человека. Так вот, смысл заключается... А все это четыре, прошу прощения, совершенно разных человека. Так вот, смысл, что мы раньше думали, что западное общество – это общество, которое, как сказать, наблюдалось по факту, в каком-то 1994-м году, я должен сказать, что меньшинство наших граждан наблюдали это общество, да, и никогда не было так, что соприкосновение с ним было уделом хотя бы 30% наших граждан, скорее, 10%. Но вот те, кто его видели, да, они думали, что так и будет. Так вот, фиг им, что так и будет. Их зажали немыслимым способом. Им вдруг предложили совершенно новую модель финансовых отношений. Мы рассмотрим другие аспекты того же самого. Я уже несколько раз говорил, что бокс не из Германии, которая действительно претерпела очень сложные процессы, там, фашизм и все. Но Америка, которая никаких сложных процессов не претерпевала. В 50-е годы, если мне не изменяет память, достаточно точную цифру я даю, еще за гомосексуальные связи присуждала к серьезным, очень уголовным наказаниям. Это было уголовно наказано. Достаточно жестко. Я не буду говорить об эпохе Аскаруальда и Белладе о рейдингской тюрьме его, в которой все об этом говорится позже, в 50-е годы. Что же могло вообще произойти для того, чтобы в исторический короткий срок, измеряемый, скажем так, десятилетиями, вдруг группа, которая находилась под уголовными преследованиями, начинает вдруг превращаться в группу, которая сама по отношению к другим фактически может осуществлять чуть ли не уголовные преследования. Наказание за то, что сомневаются в ее, собственно говоря, так сказать, легитимности социальной. Что могло произойти за это время? И, ну, если бы сейчас мы вдруг стали с вами обсуждать, можете ли вы за одну секунду переместиться отсюда, да, ну, скажем, на первый этаж или на улицу? Вы сказали, а как я могу переместиться? Что я буду? Телепортироваться, да? Такая скорость перемещения невозможна. Так вот, я говорю, как специалист, что такая скорость органических социальных процессов невозможна. Нельзя органически с помощью саморегулирующихся систем за 30-40-50 лет превратить общество, в котором, так сказать, граждан, обладающих некой ориентацией X, не будем ее обсуждать, хорошая она или плохая, судят и приговариваются к срокам, к гражданам, где ориентация X начинает доминировать, а все остальные как бы рассматриваются как некоторое, так сказать, малетонное существование. Это можно сделать в Голливуде или где-нибудь еще в каких-то особых группах, но это не может быть мировым мейнстримом, если нет группы, которая реализует это как фасированный наступательный процесс. Значит, вопрос заключается в том, что социальная и даже антропологическая трансформация осуществляется вот с такой скоростью, как если бы вы за секунду переместились на улицу. Скорости сумасшедшие. Одновременно с этим таким же путем идет финансовая трансформация. Дальше возникает вопрос об этой самой демократии, о политической трансформации. Всегда говорилось, что для того, чтобы демократия была возможна, натуральная, необходимо гражданское общество. Гражданин является субъектом этой самой демократии, то есть лицо, полностью ориентирующееся в политике, имеющее свои устойчивые ценности и взгляды, так сказать, соответствующим способом осмысленно выражающие симпатии по отношению к определенным институтам и лицо, которое в состоянии в определенной ситуации, когда его фундаментальное право на выбор подвергается сомнению, просто восстать. Это называется право на восстание. Если где-нибудь американская практика говорит, возникает даже подозрение о том, что демократия переходит в тиранию, то общество имеет право на восстание. Это очень далеко идущая вещь. Теперь возникает вопрос, когда и как перестал существовать гражданин, как опора демократии? Где это гражданское общество? И не там ли было сказано, что это диффузное общество, потребительское общество, аморфное общество? Что вопрос о том, есть ли общество и, собственно, социум уже очень серьезным образом возникает не в виде, так сказать, несомненности, но, конечно, есть, а в виде проблемы, а может быть и нет. Значит, если нет гражданина, а есть потребитель, то что такое классическая демократия? Я имею в виду классическую буржуазную демократию в том виде, в котором она утвердилась на Западе. Во-первых, вы задались вопросом, где и когда исчез тот самый гражданин, как опора гражданского общества, это с одной стороны, а с другой стороны, что же есть вот это вот демократическое общество, если отсутствует теперь уже гражданин, а есть потребитель, кто угодно, но только не гражданин? Ну так, если есть потребитель, то откуда возьмется классическая западная демократия? Интересный вопрос. Откуда возьмется Рузвельт? Если нет гражданина, для которого, так сказать, эти самые Соединенные Штаты являются его ответственностью, которая в них живет, он хочет, чтобы... Он рассматривает эту страну как свой дом, в котором он участвует на введении порядка, который он обсуждает устройство дома и так далее и тому подобное. Но ему ведь никто не декларировал гражданину, что теперь его нет. Нет, так, никто не декларировал, что нет, но его уничтожили. Его уничтожили вместе со всеми классическими, скажем так, добродетелями или хотя бы декларируемыми принципами. Ведь декларация тоже немалозначима. Когда мы что-то декларируем, то в итоге, конечно, прямо это в реальности не реализуется, но что-то от этого остается. Вот это Америка Рузвельта, скажем, да? Со всеми ее характеристиками. И не будем говорить одноэтажная, не одноэтажная. Вот такая, как есть. И то, что есть сейчас, это как бы некая вот чашка, в которой чуть-чуть вот эту эмблему изменили. Или уже мы вместо чашки рассматриваем, я не знаю, что камень, или нож, я не знаю, что какую-нибудь мину замедленного действия. Произуходит органическая медленная трансформация с сохранением фундаментальных качеств объекта. Или мы имеем дело с колоссально другим объектом. Это же вопрос. Это та же банковская система или радикально другая? Говорится все названия острова. Это все банки. Они принимают ваши деньги. Что-то с ними делать. А на самом деле это уже фискальные органы, которые действуют в режиме, если не произвола, то какого-то скрытого управления и контроля со стороны кого-то и каких-то субъектов, которые говорят, это можно, это нельзя, это да, это нет. И никакого отношения к тому, что вы являетесь хозяином этих денег нет. Как только вы оказываетесь в этом банке, хозяином является уже банк. И он может сделать что угодно. Наиболее значимым и почти незамеченным в этом смысле, а я тогда сказал, что вот сейчас меняется вся радикальная система этой самой частной собственности и всего остального акцией, была акция правительства Кипра, которая сказала, что поскольку у меня проблемы экономического порядка, то вклады граждан в такой-то банк моей страны будут арестованы, а под к нам потом мы их вернем. Если бы священное право частной собственности, хорошее, но плохое или нет, отстаивалось, то есть отстаивался этот креугольный камень классического буржуазного общества, то весь мир возмутился бы, и это правительство Кипра немедленно дало бы обратный ход. Потому что есть так называемое прецедентное право. Вот вы один раз это сделали, все, это принято, дальше это будет повторяться. Но этого же не было сделано. Никто не обратил на это внимания, а у нас, ведь мы знаем, что на Западе, так сказать, умеют обращать внимание, когда надо, на мелочи, а тут же произошло что-то фундаментальное, с точки зрения прецедента, не обратили внимания. Теперь обсуждается там арест русских активов, там, и всего чего угодно, да, а священное право собственности в чем? Это же деньги, принадлежащие кому-то. С какой стати вы их можете арестовывать? По какой причине? По причине того, что государство проводит такую-то политику. Тогда, значит, а когда Индия и Пакистан начали войну, то нужно арестовать и индийские, и пакистанские деньги? Во всех войнах надо так действовать. А когда Америка проводит какие-то операции во Вьетнаме, ну, понятно же, что если только священное право собственности может оказаться эластичным в условиях, когда граждане определенной страны, как бы являются заложниками политики, которую проводит эта страна, эта политика кому-то не нравится, то все, нет священного права собственности. Какой капитализм? Где он? Дальше свобода слова. Конечно, свобода слова имелась в виду свобода, так сказать, определенных постов элиты на то, чтобы как-то выражать свое мнение, но оно как бы имело право на существование, пусть даже в ограниченном объеме. Теперь его нет. Определенная позиция, так сказать, просто тут же как бы демонизируется, и обладатель этой позиции начинает иметь проблемы с работой, со своими средствами, со своим гражданством, и чем угодно вообще. Что блистательно показала вакцинация, и что фактически означало, что мы живем уже в другом обществе. Я в течение, так сказать, времени этой истерической вакцинации спокойно говорил только об одном. Друзья, мы не можем отменить право на дискуссию. Оно существует со времен, там, не знаю, античных граждан, которые, так сказать, дискутировали там на форуме. Со времен каких-нибудь там средневековых дискуссий и соборов. Со времен потом всего юридического правового существования Запада, который строился на дискуссии там между защитником и обвинителем и судеб-притяжных. Оно уходит глубочайшими корнями в самые фундаментальные основания того, что мы называем вот этим самым западным демократическим обществом. И мы знаем сейчас, что издержки этой вакцинации гораздо больше, чем люди говорили, которые ее поддерживали. И даже те, кто говорили, что она будет иметь издержки, изумляются тому, как велики эти издержки. И это уже скрыть невозможно. Значит, тогда возникает вопрос, обладаете ли вы правом на свое тело? Уже не только на свою собственность. Кстати, вопрос о собственности. А так ли велик процент этих собственников в современном мире? И что такое ипотека? Это не форма ли по существу финансового обладания? Кто такие эти люди, находящиеся под потребительскими кредитами, под этим? Они же не собственники в этом смысле. Они не граждане, обладающие собственностью. А когда они даже ею обладают, насколько они свободны распоряжения ею? Это же тоже абсолютно новое качество данного процесса. Такая гибридная история очередная. Нет, ну как? Но это ваше тело, ваше здоровье, ваша частная жизнь. Вы хотите колетесь, хотите не колетесь. Вы опасаетесь, да? Вас надо убеждать, да? Дальше тогда выступают какие-то граждане по телевидению, да? И заявляют о том, что все, кто делают то, что они считают нужным, эти граждане, это идиоты, дикари, нелюди. Они адресуют это консервативному большинству населения. Что в этом разумного? От лица чего они вдруг демонизируют некие пласты населения по отношению к собственному телу и здоровью? От лица какой абсолютной истины? Науки? А пошли бы вы куда подальше. Наука разделилась колоссальным образом по этому вопросу. Заткнули рот нобелевским лауреатам, их вывели из респектабельной элиты, заткнули рот директорам институтов, академикам, кому угодно. Кто заткнул? Что это за странный субъект, который обладает репрессивными функциями по отношению к тому, что всегда считалось вашей частной территорией? То есть, Сергей Ирванович, по сути, вот если мы вернёмся к изначальной точке, о чём мы начали говорить сегодня, и к тому, каким образом разворачиваются вот эти социальные процессы, экономические и так далее, вот взять хотя бы тот самый кейс, дурацкое слово, но тем не менее, ипотеки, мы имеем дело с новой попыткой выстраивания старой той самой системы, рабовладельческой, вообще-то, если называть вещи своими именами. Но нам пытаются усиленно изобразить, что всё замечательно, прекрасно, это очень демократическая демократия. А в Риме, как говорилось-то, кто такой раб? Ну, во-первых, в Риме была какое-то время демократия, сенат, потом тирания и так далее. Но когда была демократия в Риме, то демократия была для кого? Для граждан, а параллельно были рабы. А чем отличался гражданин от раба? Он отличался тем, прежде всего, что раба нет собственности. Никакой. У него нет жены, у него нет имущества, которым он может распоряжаться. Даже собака не может быть его собакой. У него собственности нет. И это основополагающая константа власти собственника гражданина над несобственником рабом. Я прошу прощения, тут же у нас закрадывается это самая, не ассоциация, нет, а прямое предложение о том, что не обязательно обладать вещами в современном мире в 21 веке, а достаточно обладать функциями вещей. То есть возьмите в аренду телефон, холодильник, стиральную машину, автомобиль или квартиру. Значит, тогда отменяется это священное право собственности, его огромное значение. Это мой дом, это все мое. И также радиус суверенитета личности, который говорит, вот вы сюда не суйтесь, это моя семья. Возникает ювенальная юстиция. Да, имеются, конечно, какие-то там, ну, в этом смысле ограничения, что значит твоя, ты там будешь избивать жену, ты там будешь, не знаю, насиловать ребенка, но это регулируется законодательством, за которое сажают в тюрьму. Но вот эти функции контроля за семьей, они такие же, как функции банковского контроля, а также всех других видов контроля. Теперь возникает следующий контроль. В классическом буржуазном обществе, в отличие от общества феодального, граждане как бы имели право на выборы, но информация о том, кого будут выбирать, находилась в газетах, которые принадлежали капиталу крупному, в крупных партиях, которые могли собрать деньги на выборы и так далее. А также имелось так называемое политическое меню. Вам предлагали выбирать из неких блюд, а кто-то, правящий класс, формировал эти блюда. Но это все существовало так. Правильно? Теперь газеты потом сменились телевидением, и телевидение тоже было в чьих-то руках, и оно могло начать манипулировать. Никогда не понимал до недавнего момента свою, мою бесконечно любимую родную мать, которая была крупным литературоведом советским, и которая смотрела на телевизор, а он был такой еще с линзой, знаете, там КВН первые, говорил, говоря, это хуже атомной бомбы. Говорю, мам, ты что говоришь? При чем тут атомная бомба? Ну как, почему? Но эпоха разрешения Советского Союза показала, что мать была права, она это чувствовала, да? Это вот уже ощущение манипуляции с помощью определенного типа картинок, клипов и всего остального, оно нарастало. Потом появился интернет. И в каком-то смысле стали размываться и все другие критерии. В советскую эпоху я знал, какие критики, неважно, Зингерман там или Сурков или кто, должны похвалить мой спектакль, что жазизовых кречетов, чтобы больше людей на него ходило. В каких журналах, театр, в каких газетах советской культуры должны выходить статьи, да? И весь этот институт критики и так далее был референтен для общества. Общество на это ориентировалось. Теперь это все уничтожено начистое. Это мировой процесс. То есть, есть какие-то журналы, никто-то читает, и это никого не интересует. Никакого единого представляя какой-то системе авторитетов нет. Сломанная идентификация, рассыпались все групповые поля. Это все держится на неких кластерах, в пределах которых существует абсолютно разный авторитет. Это диффузное общество. И кто, и мы как манипулируют отдельный вопрос. Но помимо этого возникло совершенно новое явление. И оно узаконено постмодернизмом, значение которого недооценивается. Это новое явление заключается в том, что любое высказывание приравнено к другому высказыванию. А как бы стихи Пушкина и матерная надпись на заборе – это текст одинаковый. Значит, теперь все граждане самовыражаются, в отличие от общества предыдущей эпохи. Образованных людей гигантское количество. Ну, минимально образованных. Способ читать, писать и нажать на эти клавы, чтобы что-нибудь сказать, чтобы все пошли нафиг. Правильно? Значит, возникла совершенно новая ситуация, при которой власть имущая начинает ощущать, что они теряют контроль над этой диффузной массой. Что какая-то существующая система управления перестает действовать. Что произошло? Я верю моим ближайшим соратникам-экспертам, которые говорят, что количество крупных компаний, контролирующих масс-медиа современного типа, за последние 10 лет изменилось радикально. И что эти процессы тоже идут с колоссальной скоростью. Идет концентрация информационного могущества в руках определенных сил. И тогда вы становитесь уже не заложниками того, что вам надо выступить по телевидению, а кто-то контролирует, выступите вы или нет. Или вам надо в газете издать статью, и кто-то контролирует, пустят вас в эту газету или нет. Вы становитесь заложниками крупнейших порталов. И называется ли это Google, не важно, что Яндекс или не знаю, кто еще. YouTube это уже не имеет значения. Видимость свободы атомизированного субъекта, который высказывается, контролируется крупнейшими порталами системы, которые превращают эту свободу в ничто. Как говорил представитель одного кавказского народа, свести-свести золотая рыбка. Ты мне что-то там обещаешь, какие-то дары. А я не верю, и тебя изжарю. Так смысл здесь заключается в том, что болтай сколько влезет. Вопрос заключается в том, что мы будем решать, это высказывание будет или не будет. Как бы, ну, в так называемом тупе или вообще. У вас есть какое-то равноправие в том, что ваши высказывания все приравнены друг к другу. Я хорошо помню это равноправие. Я даже изумлялся, как можно верить, что как-нибудь американская система будет равноправно высказывание в пользу США и во вред США регулировать. Она будет закрывать, пессимизировать или что-то еще делать. И вся эта свобода информационная окажется пустым. Даже поражаешься, как еще несколько лет назад, во времена Болотной, очень многие искренне заблуждались относительно того, что, конечно же, свобода. Вы что говорите? Ютьюб, Фейсбук, сеть социально запрещенной в России. Вы что, хотите сказать, что они что-то там банят? Да, да. И как бы, там, не люблю Евтушенко, но как-то вспомнил сейчас строки, да, что-то там, насмотрщики говорят. Вы что-то загалдели рабам своим? Вы снова занытье свободы захотели? А разве нет ее? И звучат не слишком громко голоса. Есть, есть. То ли есть у них свобода, то ли хочется им есть. Да? А в конце там говорится, а над рабами стонущими раб ОМОНа, он, надсмотрщик всех надсмотрщиков, наш бедный фараон. Так, значит, на самом деле возникает какая-то система тотального контроля, которую всю жизнь и называли, прошу прощения, тоталитарной. Тоталитарная система начинается там, где внутри некого мира, социального и микросоциума тоже контролируем до последнего. Теперь дальше возникает вопрос о том, что эту же всю систему интернета надо не просто пессимизировать, выбрасывать что-то. Необходима цензура, та самая, с которой так сильно боролись. За что боролись, на то и напоролись. Необходима цензура. А цензура будет не только цензурой высказывания, где определенные критические высказывания будут приравниваться к терроризму с уголовными сроками. Но вы даже не знаете, ваше высказывание относится к этому или нет. Потому что решать это будет кто-то не на основании судебных процедур, не на основании вашего права оправдываться, а по факту. Все. Вас заговорят. Почему? А потому что мне хочется. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. А следующий элемент всего этого возникает в том, что это все будут делать не люди, с которыми все-таки вы можете входить в какие-то споры и отношения машины, которым будут заданы какие-то критерии, неизвестно кем, неизвестно как, и где вся эта политическая система? Кто становится людьми, которые говорят, что вы неблагодонадежная личность, у вас рейтинг. А кто этот рейтинг выставляет? Какой рейтинг в добавок к вашему ненарушению закона? Разрешено все, что не запрещено. Вы находитесь в правовой системе, когда вы наказываетесь за правонарушение, и вы в состоянии в суде отстоять, то вы нарушили право или нет. Это где все? Это где хоть кусочки этого? Вот кто их видит? Кто те сумасшедшие, которые считают, что это есть? Дальше возникают некоторые тяжелые вопросы, которые, конечно, требуют определенной компетенции, но ведь меня-то больше всего и задело в этой самой оргии вакцинации то, что внутри этой оргии был уничтожен авторитет науки вместе с правом на дискуссию, аргументацию и всем прочим. Эта окаутелость, которая не вызвала коллективного сопротивления научного сообщества, показала, что авторитет науки, как нового жречества, новой религии, секулярной религии тоже исчез. А кто в авторитете-то непонятно? Значит, дальше возникают вопросы о том, как вы именно в этой ситуации будете наказуемы. Это же серьезно. Ваши права чем защищены? Ваши права на высказывание или что-нибудь еще? У вас уже его нет? Вы антиваксор, да? То есть, человек второго сорта, по отношению к которому возможно все что угодно. То есть, это называется приписывание как бы антропологического статуса идеологическому врагу. Вы вообще представляете, куда это идет? Если я как антиваксор, человек второго сорта, то, значит, есть возможность этот сорт установить. А это как бы называлось Третий Рейх. Не до человека, кунтерменш и так далее. Это же идет полным ходом с соответствующими санкциями за это. Вы не знаете даже, что в вашем высказывании будет сочтено второсортным и так далее. Дальше начинаются более сложные вопросы. Вот все говорят о какой-то концепции устойчивого развития. Ну да, вот с наукой плохо. Поэтому я должен вам сказать то, что я знаю, как еще советский там кандидат наук, у которого уже была написана докторская диссертация, как человек, входивший в эти интеллектуальные круги позднесоветского общества. А они были достаточно серьезными, где были действительно концептуальные группы, где философия обсуждалась всерьез. Концепции устойчивого развития это выдумка. состоящая из нескольких слоев лжи. Во-первых, слово самоустойчивое придумано здесь. Soestendable development это неустойчивое развитие. А во-вторых, развитие в принципе не может быть устойчивым. Источником развития является неустойчивость. Где устойчивость, там нет развития. А это уже говорит о неподвижных иерархиях, о прекращении динамики социальной и в угоду устойчивости гомеостазу, который нельзя нарушать. Ни один из нас бы не взлетел, покидая землю в Поднебесье, если бы отказаться не хотел от запасов лишних равновесия. Как только равновесие становится доминирующим, как только на нем ставится акцент, развитие прекращается. И тогда возникает вопрос, а кто такой этот не слишком умный человек по фамилии Фукуяма, и почему его совсем пустая статья под названием «Конец истории» была так раскручена. А потому, что нужен именно конец истории, как исторического развития, и как истории вообще. Человечество прошло ряд этапов. Огромный, длиннющий этап, когда главным был Бог, богоцентризм. Неважно, называлось это иудаизм, ислам, христианство или язычество древнее, но это был богоцентризм, это было религиоцентрическое общество. Религия осталась, но она уже не имеет этого веса. Когда я посещал древние крупные готические соборы Европы, я думал, что там творилось, когда шли крестовые походы, и все это было забито людьми страстными. Это было религиоцентрическое общество. Так вот, сначала религия, потом просвещение уничтожило богоцентризм и возвело на пьедестал разум. Богиню разума поклонялся Робеспьер, разум, как высшее начало. Начало. Потом даже не политика, а имманукант с его антиномиями и всем прочим показал, что разум не всесильный. Потом это показали Гёдель, Коанн и так далее. И тогда возник Бог уже не разум, а история. И, в сущности, тут главными были большевики. Да? Вот это страсти по истории, крот истории и все прочее. Если кончается еще история, то что начинается-то? Кто теперь в этой эпохе становится главным? Какие темные культы? Или что такое? Что стоит за этим абсолютизацией равновесия? И не говорите, что равновесное развитие. Можете таким способом, я имею в виду не вас, как разумеется, а моего оппонента мысленного, можете придавить какого-нибудь среднеобразованного человека, но не говорите так с людьми, которые что-то понимают в математике, в теории развития. Развитие не может быть устойчивым. Как только вы сказали, что оно устойчивое, вы закончили это развитие. И исторический процесс вы закончили. А что, собственно говоря, возникло? Что думают мировые религии? Мессия не придет? История закончилась, а его нет? А что есть? Не напоминает ли это пьесу Беккета в ожидании Гадо? Господин Гадо не придет. Что тогда есть? И где там внутри всего этого человек? Александр Блок уже в XX веке, а не в XXI, все время спрашивал об этом. Описывал XIX век очень ярко. Что ж человек, говорил он, он жил безвольно, не он, машины, города, даже, если не так, не помню, безбольно пытала дух, как никогда. И дальше сразу говорит, но тот, кто ведал, управляя марионетками всех стран, тот знал, что делал, насылая гуманистический туман, где он под гуманистическим туманом имел в виду дегуманизацию фактическую. И дальше, когда речь шла о XX веке, он спрашивал, что ж человек в заревом стали, в огне, в пороховом дыму, какие огненные дали открылись взору твоему, о чем машин немолчный скрежет, зачем пропеллер, воя режет туман, холодный и пустой. Теперь наступил XXI век, и вот этот вопрос становится ребром. И когда Шваб на последнем там... в Дубае они там какое-то мировое правительство обсуждают. Мировое правительство. Да, и так далее. Начал говорить, что мы на самом деле все гуманизируем, то шел бы ты куда подальше. Вы уже заявили, что проект гуманизм закончен, что это нехороший проект, что проект человек закончен, что истории нет. Это говорит о том, что внутри всей данной конструкции наступает стремление к тому, чтобы установить. Такой тоталитаризм, такой, который был немыслим, и который... по отношению к которому там советское общество или наша сегодняшняя Россия, это, ну, предельно свободные конструкции. Гораздо более свободные, чем что-нибудь еще. Какое-то время старший Шедоровицкий, Георгий Петрович, у меня еще в советское время там, ну, как бы, в том центре, которым я руководил, принимал участие в его работе, скажем так, да, и я с ним разговаривал, а он говорил о Зиновьеве, с которым он сильно полемизировал и дружил. И говорил, что у Зиновьева была своя концепция марксизма, и он ссылался на Маркса, что капитализм – это не уклад. Феодализм – уклад, Рыбоводей – не уклад, а капитализм – не уклад, а переходный период, от чего к чему? От гуманизированного феодализма, то есть реального, вот со всеми этими помазанниками божьими и так далее. От гуманизированного феодализма к феодализму дегуманизированному. А что такое дегуманизированный феодализм? Это технофеодализм Шваба. А кто сказал, что все остановится на феодализме, когда какая-то собственность существовала, да? Ее нельзя было так взять и отобрать А может быть, это будет и не техно-феодализм, а техно-рабовладение? Ну, по крайней мере, о какой свободе идет речь? Если вы не можете распоряжаться вашими деньгами Если вы не можете распоряжаться, да? Как бы реализовывать свои семейные права И непонятно кто и на каких основаниях эти ваши права нарушают К вам вторгаются в дом, хватают ребенка А потом судитесь 10 лет по поводу того, что произойдет Если вы не можете распоряжаться собственностью Если вы свободно не можете высказывать ваше мнение Вы тут же попадаете не в ту шкалу по социальному рейтингу А когда вы попадаете не в ту шкалу по социальному рейтингу Вы уже не можете ни выступать, ни куда-нибудь баллотироваться Ни пользоваться своими деньгами Ни устраиваться на работу А в итоге всего этого дела Этот социальный рейтинг вам будет выставлять машина Искусственный интеллект И здесь, как и по устойчивому развитию Должен сказать, как математика У меня есть скромные заслуги перед советской математикой Искусственного интеллекта еще нет Его все боятся, его еще нет Есть наборы программ и какие-то вычислительные устройства Но он будет И вот когда он будет, наступит настоящий тоталитаризм В каком-то смысле, подчеркиваю, в каком-то Геном человека еще не расшифрован То есть, он расшифрован Но он так расшифрован Что это скорее лукавая фраза про расшифровку Чем действительность Я не буду вдаваться в подробности Но он будет расшифрован И вот когда искусственный интеллект возникнет А геном будет расшифрован Мы окажемся в условиях такой беспощадной диктатуры По отношению к которым все времена, называемые несвободой Окажутся чем-то очень свободным И очень мягким по отношению к тому, что наступает И все это говорят Утопии Хаксли и так далее Это не утопии Хаксли сам был ученым А не только таким научным фантастом Члены его семьи были блистательными учеными Очень крупными входили в британскую элиту Это проект И вот этот-то проект беспощадно реализуется Мы имеем дело с борьбой двух проектов О которых редко говорят Вот здесь мы начинаем говорить уже о конспирологии Но на самом деле могу сказать Что я конспирологию ненавижу Потому что она резко упрощает картины Картина мира невероятно сложная Любая конспирология, которая описывает какой-нибудь заговор В ней один есть вопрос Если заговор есть, то почему мы все уже не лежим под заговорщиками Как бы они ни назывались Почему заговорщики не открывают карту Так вот на самом деле Есть все основания Именно в пределах Того, что называется специстории Или истории элиты На основе доказательных фактов Говорить о том, что скрытых проектов два И они есть Один из них называется проект «Великий инквизитор» И он в основном поддерживается ЦРУ Ватиканом и демократической партией США А другой проект Ну, он как бы основан на невероятно мощной диктатуре В условиях соблюдения основополагающих основ буржуазного общества То есть, если вы плюете в трамвай, то вас можно застрелить Но если вы не плюете в трамвай, то вы относительно свободны Понимаете, да? Вот эти два проекта борются сейчас В виде так называемой борьбы консерваторов и либералов И в конечном итоге этот либеральный проект превращается в проект «Великий инквизитор» В котором говорилось, что будут миллиарды счастливых младенцев То есть, идиотов Обыдленных людей Людей специально дебилизированных Пластичных Как бы бесконечно крутящихся вокруг какой-нибудь там системы адаптации И всего остального, да? И сотни тысяч страдальцев, взявших на себя познание добра и зла Но там же говорится, что Великим инквизиторам, что Мы все давно не с Христом, а с его оппонентом, да? Мудрый дух говорил с тобой в пустыне И сказано было, он искушал тебя Так ли? Вспомни первый вопрос Хоть не буквально, но смысл его был таков Ты хочешь идти в мир и идешь туда с голыми руками С каким-то обетом свободы Которой они в простоте своей Прирожденном бесчинстве своем не могут осмыслить Которого боятся они и страшатся Ибо ничего нет для человека И человеческого общества не уносиме свободы Но ведь Достоевский, называя это все Великим инквизитором И чтобы Иван Карамазов это все описал У нас же теперь спичрайтеры президента любят Достоевского Ну вот пусть бы они еще и этим поинтересовались Он же в этом смысле Ну, адресовывался одновременно к Шиллеру К его трагедии Дон Карлос инфант испанский Где Великий инквизитор существует Тени Самуила зачем призвали вы? Я трех монархов возвел на трон испанский И там же, говорит Кому я все это отдам? Власть-то Если Карлоса я убью Спрашивает король Он говорит Тленью Но не свободе Так вот Речь идет о том Чтобы передать власть Тленью Не допустив свободы А дальше возникает вопрос А человек способен нести бремя свободы? Христианство разве не оказалось в сущности религией свободы? При всех его инквизициях и всем прочем Оно же было этой религией свободы Ибо достаточно было Достаточно было Сказать Что все имеют душу И что раб не вещь Что у них есть душа Чтобы рабство оказалось отмененным Де-факто Еще до юра оно оставалось Де-факто Ты не можешь обращаться с рабом Как с рабом Как с вещью Знаешь, что у них есть душа Что на том свете Последние станут первыми Христианство Все это сокрушило Эту несвободу Рабовладения Значит, если оно отменяется Да То тогда надо признать Что не у всех есть душа А это знаменитая Осужденная соборами Гностическая концепция Согласно которой Есть пневматики Обладающие духом и душой Психики Обладающие только душой И хилики Которые обладают только телом И в этом смысле Равны животным И фашисты Со всеми их вещами Это жалкий отголосок Мирового гностицизма Так не всплывает ли При всех этих несвободах Подводная лодка Этого гностицизма А когда она всплывет И оформится то Что называется Многоэтажным человечеством То есть самая страшная Диктатура В которой Право быть человеком Делегируется только Вот этим пневматикам Только они полноценны И они управляют Этими миллиардами Счастливых младенцев Короткоживущими Как вы помните Это еще концепция Джи и Кжи Короткоживущих и долгоживущих И я имел беседы С олигархами В уже начале 21 века В самом начале Которые кричали Мне по телефону Что скоро Будет изобретены Таблетки Бессмертия И мы будем платить Не деньгами А временем жизни Представляешь Какая будет Производительность труда Мы будем платить Кто хорошо работает 150 лет жизни Кто плохо работает 20 лет жизни Представляешь Какая будет Производительность труда Чувствуете Куда ручки Тянутся Так вот Олигархи Которые Это орали Они же своих слов Не знают Они у кого-то Ну Эти слова Воруют И воспроизводят А это представители Элиты Так вот То что происходит Сейчас на Западе Является Категорической Отменой всего Что Запад Декларировал То что он Декларировал Называлось Словом Проект Модерн И там Была Этика Пусть Светская То этика Своя Гоносеология Разум Свои Постулаты Принципа Свободы Своё Ощущение Вот этой Собственности И всего прочего Было Классическое Буржуазное Общество Его нет Они Сами Его Отменяют И когда Наши Герои В 80-е годы Рвались туда Они считали Что они рвутся В это А когда Туда Приперлись Оказалось Что этого Уже нет И мне кажется Что инстинктивное Да возможно И осмысленное Как бы Ну Поведение Президента России Заключается В том Что он Пытается Спасти То буржуазное Общество Которое Он считает Позитивным И которое Они уничтожают Что это В сущности Главный Импульс Не только Одного Что это Так называемые Авторитарные Лидеры Все эти Сидзипины Иранские Мулы Асады Мубараки Бен Али Каддафи Все это Вместе Оно говорит Ну как же так Мы же Хотим построить Вот это Классическое Буржуазное Общество Мы же Все Буржуи Как он Будет Говорит Ну что же Вы на нас Так атакуете Мы же буржуины Как и вы А нет уже Буржуинов Нет их Запад Уничтожает Все Что было Связано С пусть Условными Пусть Очень Сомнительными Но буржуазными Добродетелями И с буржуазностью Как таковой Рокфеллер Был Собственником И является Собственником Определенных Средств И у него Семья И он Передает Это По наследству Таких Немного Все эти Вандербильты И так далее Там Семей Не было Семей Осталось Не так Много Но теоретически Они были Ибо был Контрольный Пакет Акций Круп И так далее Он был Хозяином Влэк Рок Кто Хозяин Ларри Финг Он Исполнительный Директор Самый Большой Процент Капитала В этом Самом Гигантском Заведении Ну Может быть Два Процента Кто-то Имеет Я то думаю Что это Слишком Много А кто Хозяин То Вы хоть Назовите Хозяина Но если Вы не Называете Кто Будет Контролировать Высказывания Давать Социальный Рейтинг То скажите Хоть Кто Хозяин Уже Об этом Умолчание Когда Я спрашиваю Я уже Говорил Об этом Своих Беседников На Западе Они говорят Ну Какие-то Непрозрачные И уже Самоприватизировавшиеся Части Спецужб Я говорю Какие Ну Кто бы Знал То есть На фоне Всего Этого Дела Надвигается Вот Эта Как бы Тьма Не только Над Яршалаимом Но и Вообще Которая Фактически Является Наисверепейшей Гностической Диктатурой По Определению Более Темной Чем Любой Тоталитаризм И вот Реакция На это Слабая Реакция Неполная Как бы Очень Спутанная Русской Так сказать Политической Элитой Она и привела К конфликту На Украине По большому счету Это конфликт За человека И за устройство И не о том Однополярном Будет мир Или многополярно Речь идет А о том Будет в нем Человек Или нет А тогда Возникает вопрос Как вы этого человека Реально За 30-40 лет До времени Когда искусственный интеллект Станет не набором Каких-то программ А действительной Мощной силой Как вы его-то Актуализируете Он-то сам Что такое Он какая-то Поломанная игрушка Которая управляется Поломанным разумом Или там есть Более мощные силы Которые в состоянии Превратить его Из поломанной игрушки В нечто Обладающее Целостностью И полнотой И вывести его На абсолютно Новые горизонты На которых Он управляется Чем-то другим Работающим На другой скорости И наконец Когда говорится О цифровом обществе Не важно Цифровом концлагере Или цифровом Благом существовании Счастье У нас По этому поводу Мальчик кричал Бегая по двору У нас дома Полное счастье Полное счастье Он говорит Ну папа Там дальше называет Определенное заболевание Из командировки Привез И наша мама сказала Что нам только этого Для полного счастья Не хватает Так вот У нас уже полное счастье Или не полное У нас полное Или не полное Счастье Вот это Нас уже Счастливили Швабы И все прочие Или еще Мы сопротивляемся И тогда Спрашиваю всех Ревнителей Цифры Я не против Технического прогресса Никогда не буду Против Потому что В конце концов Армия Должна уметь Себя защищать Но Ведь Вознесенский Тоже сказал Что все прогрессы Реакционны Если рушится человек И это правда Опять не люблю Вознесенского Но это правда Так я спрашиваю Господ Которые Как бы Уже не просто Используют цифру Что Правильно И разумно А Сакрализуют цифру Эти господа Считают Что в начале Была цифра Я об этом Спрашиваю О метафизике Потому что Она Будет иметь Все последствия Концептуальные Идеологические Политические И практические В начале Цифра А цифра Не есть Антагонист Слову Логосу Значит Речь идет О том Чтобы использовать Цифру Да кто же ее не использует Я кандидат Математических наук Говорю опять У меня уже докторская Была написана По распознаванию образов Все мы Так сказать Оперируем Все время цифрами Но мы же знаем Что есть цифра А есть слово Что только синтез Одного и другого При безусловном Приоритете Логоса Способен Двигать человека Наверх А все остальное Это движение вниз Полное сокрушение Всего И когда У нас все время Говорят Что мы-то Должны идти В тренде Но отстаивать В нем Суверенитет То есть Будет суверенный Цифровой концлагерь Да Мы боремся За территорию Барака В концлагере Мировом Или за свободу Мы из этого концлагеря Бежим Или пытаемся В нем Чуть-чуть лучше Обустроиться Помягче Погуманистичнее И так далее Это сейчас Фундаментальный вопрос СВО И не СВО А идет Фактически Мировой конфликт Невиданной остроты И внутри этого конфликта Все время говорится Что мы другие Какие другие Цифровые Или Логосные Мы За восхождение Человека Или За то Чтобы Как-нибудь Его возможности Соизмерить С машиной Так машина Его съест Мы Логосные Сергей Ирвандович Об этом-то и разговор Но очень многое Что продолжает Говориться В параллель С противостоянием Западу Которое я поддерживаю Говорит о том Что Многие Пытаются Остаться В тренде А я Примерно Сейчас описал Что такое Этот тренд Проект Великий инквизитор Да Или там Что Опус Дэй Хочет Сохранить Какие-то Остатки Частной Собственности Соединив Их С невиданной Капиталистической Диктатурой Железная Пята О чем идет Речь С демократией Покончено И они Сказали Что это Конец демократии Конец Гражданского Общества Более того Конец Гуманизма Конец Проекта Человека Конец Истории Тьма Сгущается И Слово Гуманизм Которое Казалось Таким Заезженным Стало Сейчас Символом Высочайшей Метафизической Борьбы Между силами Которые Хотят Восхождение Человека И логоса И силами Которые Хотят Нисхождение Человека И цифры Не как Помогательного Понятия А как Сакрализованного Антилогоса Сергей Ервандович Огромное Вам спасибо За эту Глубочайшую Беседу Сергей Кургинян Политолог Публицист Театральный Режиссер И лидер Движения Суть Времени Был с нами В программе Разговор С мудрецом На радио Звезда До новых встреч